Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Компания «АвтоСтронг-М» возит огромное количество запчастей из Европы со своих разборок, дает честную гарантию и осуществляет быструю доставку. На нашем канале мы рассказываем абсолютно все подробности о БУ, запчастях, моторах, коробках и так далее. Помните, что мы читаем каждый комментарий. В последнее время было очень много запросов по Mazda. Итак, ловите ответочку Mazda 1.6 MZ-R. Двигатель Mazda объемом 1.6 MZ-R – это чисто японский агрегат, который ведет свою родословную с 1994 года. Данный двигатель относится к Z-серии, в которой представлены двигатели с объемом от 1.3 MZ-R до 1.6 MZ-R и 16-клапанами ГБЦ. Первым из этого семейства был двигатель объемом 1.5 MZ-R, который устанавливали на Mazda 3.2 MZ-R. Двигатель объемом 1.6 MZ-R под каталожной маркировкой Z-E появился в 1998 году, а в 2003 MZ-R для установки на Mazda 3 его сильно модифицировали. Чугунный блок стал алюминиевым в приводе ГРМ, появилась пластинчатая цепь вместо зубчатого ремня, появился фазовращатель и навороченный впускной коллектор. Такой двигатель имеет обозначение Z6, а в каталогах его обозначают B6 Z-E. Такой двигатель выпускался до 2013 года и ставился только на Mazda 3. Кстати, из-за такого обозначения данный двигатель относится к старой B-серии. Действительно, у старого чугунного B6 и алюминиевого Z6 одинаковый диаметр цилиндров и ход поршней – 78 мм и 83,6 мм. Стоит добавить, что вместе с двигателем 1.6 MZ-R в 2002-2003 годах были модернизированы моторы объемом 1.3 и 1.5 MZ-R. Сегодня же мы будем разбирать двигатель B6 Z-E, снятый с Mazda 3 2004 года. Маркетологическое обозначение у данного двигателя 1.6 MZ-R. Двигатель 1.6 MZ-R по-японски надежен, неприхотлив и долговечен. И может без проблем проехать 500 тысяч километров. На двигателе 1.6 MZ-R правая опора двигателя гидравлическая установлена вот здесь. Ее срок службы примерно 60 тысяч километров. Когда она изнашивается, то гидравлическая жидкость вытекает, и по кузову разносятся вибрации. Также вибрации могут ощущаться как на высокой скорости, так и на холостых оборотах. Также появляются толчки при переключении передач. В ряде случаев изношенная опора выглядит абсолютно нормально, то есть она не проседает, пока в конец не порвется. Относительно долгим сроком службы славятся только оригинальные опоры. Цена их примерно 120 долларов за штуку. Двигатель 1.6 MZ-R не страдает течами масла. Единственный стык, по которому можно заметить запотевание, это стык поддона. Но поддон можно поставить на новый гермет. Говорят, что на сухую он плохо смотрится в кадре, но мы с этим не согласны. Встречаем Павел и мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на двигателе 1.6 MZ-R обычно никаких проблем не вызывает. Но известны случаи подсоса воздуха через ее прокладку. В таком случае обороты холостого хода начинают плавать, либо же становятся повышенными. Эта дроссельная заслонка оснащена подогревом антифризом. Бывает так, что антифриз дает течь через канал заслонки и тогда заслонку надо менять на бэушную из автостронга либо же латать трещину. В теплом климате можно заглушить канал в дросселе и соединить трубку через переходник в ее разрыве. Топливные форсунки на двигателе 1.6 MZ-R надежны, но могут стать причиной пропусков зажигания в одном или нескольких цилиндрах. Тогда фиксируются соответствующие ошибки от P0300 до P03004. Естественно, до замены форсунок и до чистки форсунок владельцы успевают заменить свечи и поиграться с катушками зажигания. Если ошибка по пропускам зажигания не переместится в другой цилиндр, то пора заниматься форсунками. Впускной коллектор оснащен механизмом изменения его длины и заслонками турболизации. Оба этих механизма приводятся электромоторами. Вся эта конструкция надежна и особо проблем никаких не вызывает. Единственная проблема, которая здесь происходит, легко решается подручными средствами. Со временем при работе двигателя впускной коллектор начинает стучать. Это в нем барабанит ось заслонки изменения его длины. Со временем она разбивает пластиковые направляющие и тогда появляется осевой люфт. Эта проблема устраняется следующим образом. Либо вот сюда устанавливаются пластиковые резиновые шайбы, либо же вот сюда на эту направляющую ставится пружинка, которая зажимает ось и убирает осевой люфт. У нас коллектор в нормальном состоянии, здесь люфт практически отсутствует. Нередко на данном двигателе выходит и строит датчик детонаций. Причем на работу двигателя это никак не влияет. Но фиксируется ошибка P0328. Эксплуатировать с данной проблемой двигатель нельзя или иначе можно доездиться до разрушения цилиндропоршневой группы, когда ЭБУ не может фиксировать реальную детонацию и бороться с ней. Здесь же находится маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Ни с ним, ни с клапаном ВКГ ничего не случается. По старой японской традиции данный двигатель не оснащен гидрокомпенсаторами, а регулировка тепловых зазоров происходит самым неудобным способом, а именно подбором толкателей стаканчиков. На практике данный двигатель нуждается в регулировке тепловых зазоров при пробеге в 200 тысяч километров. Но если данный двигатель ездил на газу, то ревизию тепловых зазоров необходимо проводить раз в 60-80 тысяч километров. То есть седла выпускных клапанов изнашиваются, из-за чего зазоры уменьшаются, а выпускные клапаны становятся поджатыми кулачкам выпускного распредвала. При этом выпускные клапаны оказываются открытыми на протяжении большего времени, из-за чего плохо прилегают к седлам. Тогда компрессия двигателя снижается и появляются пропуски зажигания. То есть двигатель работает нестабильно, дергается и не выдает полной мощности. Выпускные клапаны перегреваются и локально прогорают. Данный двигатель оснащен фазовращателем, который установлен на впускном распредвале. Этот фазовращатель беспроблемный. Не поверите, жалоб на него практически нет, хотя он устроен так же, как и большинство гидравлических фазовращателей. Клапан фазовращателя установлен в крышке ГРМ и здесь же установлена его сеточка. Сеточка у нас просто в идеальном состоянии. В приводе ГРМ двигателя 1.6 МЗР установлена бесшумная пластинчатая цепь Морзе. Она ходит 200 тысяч километров и даже больше. Иногда на практике ее меняют при регулировке тепловых зазоров. Потому что для регулировки тепловых зазоров надо снимать звезды распредвалов и скидывать цепь. Также надо доставать сами распредвалы. У нас цепь в отличном состоянии, не растянута, о чем можно судить по минимально выдвинутому натяжителю цепи. Распредвалы в отличном состоянии, шейки и кулачки как новые. ГПЦ в нормальном состоянии. Единственное, что видны следы небольшой масляного нагара. Это значит, что моторчик все-таки чуть-чуть подъедал масло. Больше про эту ГПЦ нам сказать нечего. Напомним, что блок этого двигателя алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. Как правило, с этим блоком ничего не случается. Но бывают случаи, когда разрушается катализатор и керамическая пыль попадает в цилиндры. Это приводит к задирам на зеркале цилиндров. Но в данном случае никаких задиров нет. Хон отличный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бугельная плита коленвала. Она же является постелью коленвала. И здесь располагаются коренные вкладыши. Так вот, по состоянию коренных вкладышей у нас вообще никаких вопросов нет. Двигатели 1.6 MZ-R не склонны к поеданию масла. Но у некоторых моторов уровень масла может падать. При этом при утренних запусках можно увидеть сизый дым из выхлопной трубы. Это лечится заменой маслосъемных колпачков и компрессионных поршневых колец. А теперь по состоянию. К сожалению, маслосъемные кольца в этом моторчике залегли и закоксовались, поэтому данный двигатель подъедал масло. В остальном по поршням, в принципе, все нормально. Компрессионные кольца не залегли и шатунные вкладыши не пострадали. Известная, но не распространенная проблема двигателя 1.6 MZ-R – это проворот шатунных вкладышей. Если вкладыши проворачивают, то двигатель начинает стучать. Если вовремя заметить эту проблему, то можно обойтись заменой просто шатунных вкладышей и шейки коленвала не пострадают. Обычно проворачивают вкладыши, которые дальше всего от маслонасоса. Это третий и четвертый. Обычно это происходит из-за некачественного масла, но проверить фактическое давление масла тоже не помешает. Хотя к насосу, в принципе, никаких вопросов не возникает. Он продолжает создавать требуемое давление масла. Редукционный клапан работает нормально. Разборка закончена. И вот таким получился двигатель 1.6 MZ-R – надежным и неприхотливым. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Напишите комментарии к этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова